Витамины. Без них нет жизни. Они повышают устойчивость организма к различным инфекциям и заболеваниям, регулируют обмен веществ, участвуют в поддержании нормальной работы центральной нервной системы, а еще помогают организму справиться с негативными факторами при тяжелых физических нагрузках, стрессах, заболеваниях, при некачественном питании. А еще они тормозят окислительные процессы и препятствуют раннему старению организма. Витамины мы получаем с пищей, однако их нам может не хватать. Как почувствовать этот дефицит и как его восполнять? Что же нужно знать о витаминах? Мы об этом будем говорить сегодня. В студии у нас Наталья Кирпичникова, клинический фармаколог, доцент Института повышения квалификации, специалистов здравоохранения. Италья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Без витаминов нет жизни. Все верно. И, насколько я знаю, даже эксперименты, когда витамины были открыты, они их как-то убирали из продуктов, и продукты становились... Да, в общем-то... Бесполезными, да? Можно сказать, да, что приостанавливался рост, размножение у животных. И это вот говорило о том, что без витаминов действительно жизни нет. Ну вот мы традиционно знаем, да, что есть... Кстати, витаминов их сколько? Вообще считается где-то порядка 20. Сейчас тоже, в общем-то, есть различные варианты дополнительных. Д1, Д2, Д3 и так далее. То есть под, так сказать, активные метаболиты витамина Д, витамин К и другие, витамин В, мы знаем их очень много. Поэтому, в общем-то, таких незаменимых, скажем, их 20. 20. И они все присутствуют, они нужны. И если что-то выпадает, то человеку становится плохо. Да, в той или иной степени человек должен это ощутить. Ну вот я предлагаю нам немножко так пробежаться по основным витаминам. Вроде бы как они на слуху, мы про них знаем. Ну, что-то знаем, а что-то не знаем. Вот я предлагаю на некоторых особенностях остановиться. Ну вот начнем по алфавиту. Витамин А, да, вот чем он примечателен, да, как понять, что его не хватает и где он находится? Да, надо сказать, что витамины вообще не делятся на две группы. Те, которые растворимы в жирах, и те, которые растворимы в воде. Вот витамин А, это вообще уникальный витамин, ретинол, который обеспечивает функционирование зрительного анализатора, сетчатки глаза. То есть человек хорошо видит, различает различные предметы. Кроме того, это же растворимый витамин, он обеспечивает, ну, скажем, хорошее функционирование кожи, волос, ногтей. Вы еще иногда называете витамином молодости, насколько я знаю. В том числе, да, обеспечивает окрас кожи, да, некоторый, вот такой вот загар. И поэтому без витамина А невозможно вообще функционировать, потому что это еще гормон роста без витамина А. Опять же, он обеспечивает вообще все процессы в организме. Это и белковый, углеводный обмен, и в том числе обладает антиоксидантным действием, правильно вы сказали? То есть те вопросы, связанные с воспалением, заболеванием, вирусной инфекцией, вот витамина А защищает от вирусных инфекций. Если мы хотим получить с пищей хорошую дозу витамина А, нужно, чтобы присутствовал жир, да, масло? Да, учитывая, что он растворим в жирах, да, то морковку нужно есть со сметаной, потому что там как раз ретинол содержится, или растительное масло, да. Поэтому для него, чтобы он лучше всасывался и оказывал свое то самое физиологическое воздействие, нужно присутствие жира. Идем дальше. Витамин А, про него мы узнали, витамин В, и даже вот насколько я знаю, что часто говорят витамины группы В. Вот почему так вот они раз, и группа у них образовалась? Дело в том, что да, их практически друг за другом всех открыли, они схожи по своей физиологической активности. Это действительно, начиная с витамина В1, В2, В6, В12, есть некоторые нюансы, но что их отличает, это витамины, которые сваряются в воде, то есть для них не нужен никакой дополнительный жир, но они содержатся во многих продуктах, это злаковые, зеленые различные, вот наши любимые продукты. Витамины группы В, они обеспечат функционирование центральной нервной системы. Вот очень часто их назначают, когда есть какие-то проблемы связанные с... Да, все верно. Опять же, нормальное функционирование сосудов. Кроме того, вот передача нервных импульсов, да, это вот как раз витамины группы В, многие. Но витамин В12, он несколько другой, он еще отвечает за функционирование системы кроветворения. И, кстати, витамин В6, он тоже способствует тому, что организм меньше чувствительный к вирусным инфекциям. Поэтому, конечно, витамин В, это и кожа, это и волосы, и, опять же, центральная и периферическая нервная система. Витамин С. Про него мы тоже, мне кажется, знаем очень много и говорим всегда о том, что если мы болеем, да, или начинаем заболевать, а вот надо бы аскорбинку и такую хорошую дозу. Вот чуть-чуть про него давайте. Действительно, аскорбиновая кислота, витамин С очень многим любим, кисленький, да, на вкус. Он действительно содержится во многих желтых, оранжевых продуктах питания. И кислых? Или не всегда кислых? Не всегда. Ну, в той или иной степени. Шиповник, все верно, содержит большое количество киеве. Даже, говорят, в молодом картофеле он есть, да, вот кислый? Есть, безусловно. Во многих продуктах есть, но максимальное количество, да, вот там, где присутствует кислота, раз он действительно аскорбиновая кислота. Сам по себе витамин С действительно является очень мощным оксидантом. И он защищает наши сосуды, наши нервные окончания от, опять же, проникновения вирусов и всех тех патологических агентов, которые проникают в организм. Он препятствует вот как раз ответной реакции такой мощной организма на холод, на, значит, стресс. Поэтому витамин С – это вот тот антиоксидант, который действительно нужно всегда ощущать в своей жизни. И он, конечно, удобен для употребления, потому что он содержится во многих продуктах, но избыток его, он не очень, скажем, положительно влияет, потому что, когда вот говорят, съешь большую долю витамина С, здесь тоже нужно относиться с умом, потому что почки будут страдать, если будет избыток витамина С. Хотя он, как и многие витамины, он не задержится в организме. Его нужно восполнять, да? Да, да. Он очень быстро распадается, оказывает свое действие и выходит. Но если действительно постоянно использовать высокую дозу, можно навредить своим почкам. Осторожно. Ну, собственно, как и со всеми препаратами, со всеми веществами. Ну, и, конечно же, о витамине Д мы не можем не сказать. Вот ему вообще поют оды и разные специалисты. Сначала как-то ревматологи про него говорили, что это просто чудесный витамин. Но, насколько я знаю, что все врачи, терапевты, эндокринологи говорят, что без него вот жизни вообще нет. Действительно ли это так? Что в нем волшебного? Да, без витамина Д мы помним, что это была проблема развития многих-многих эрохита. И в детском саду все помнили, что ели рыбий жир. Сейчас также возвращаемся к этому. Профилактические дозы витамина Д даются с самого рождения. Действительно незаменимый продукт. Для него характерно то, что вот два активных метаболита, витамин Д2, это эргокальциферол и холикальциферол, это витамин Д3, они как раз обеспечивают обмен кальция, фосфора в организме. То есть это наши кости, это наши суставы. Безусловно, это опять же кожа, он обеспечивает в те или иные варианты размножения клеток, ну именно ганат имеется в виду. Поэтому он, да, жирорастворимый, поэтому для его хорошего физиологического процесса необходимо определенное содержание жира. Ну он и сам. И вот он есть в рыбе, да, как мы видим, яйца. Он есть практически тоже, да, во всех продуктах. Масло сливочное? Масло сливочное, да, сыр, творог, ну там, конечно, его меньше, но почему и говорят, что он уже с витамином Д есть кальций, чтобы вот как раз он лучше всего усваивался. И, кстати, для усвоения витамина С нужен еще витамин, у витамина Д нужен витамин С. Вот они, вот тут пошли связи. Да, это взаимодействие. Знаете, конечно, можно еще говорить прям отдельно еще про каждый витамин, но вот у нас уже так не так много времени на наш разговор, и, наверное, то, что я не могу вас не спросить. Вот, Наталья Владимировна, вот есть комплексы витаминов? Или нам нужно отдельно витаминку А, витаминку В12, витаминку С и прочее? Или достаточно балансировать питание? Вот как разумно подходить? Вот пару советов можно ли получить от вас? Во-первых, да, если есть какая-то проблема, обратиться к врачу. И врач, конечно, всегда будет рекомендовать те или иные комплексы. Конечно, мы привыкли, что в основном для нормального функционирования организма достаточно полноценное питание со всем содержанием витаминов и микроэлементов, кстати. Но если имеется дефицит, то врач всегда назначит. Или же, опять же, вот когда возникает потребность высокая, это, ну, скажем, активное занятие спортом. Или после болезни, например. После болезни, да. Ну, обычно врач здесь в любом случае наблюдает, он назначает комплекс витаминов. Поэтому действительно существуют уже фармацевтически разработанные комплексы. И поэтому, придя в аптеку, вы можете действительно приобрести любой комплекс вот тогда, когда из пищи не хватает витаминов, да. А если их достаточно за счет сбалансированного питания, то этого будет и избыток. Все-таки вот к витаминным комплексам и к витаминам, которые у нас там в капсулах, в пилюлях, в таблетках, да, в таблетированных формах, все-таки лучше относиться как к препаратам. Любым лекарственным препаратам. Да, все верно. И лучше все-таки, наверное, как с врачом советоваться. Конечно. Нужно или не нужно. Конечно. Лишнее это будет или необходимо. И врач всегда назначит анализ на содержание тихо-лилидных витаминов. Да, в лаборатории это все можно выяснить, какого витамина не хватает по тем симптомам, на которые жалуется пациент. И тогда врач сбалансированно назначит тот или иной комплекс. У нас в студии была Наталья Кирпичникова, клинический фармаколог, доцент Института повышения квалификации специалистов здравоохранения.